Дамы и господа, мы на месте. Мы находимся в Манхайм, Нэшвилл. Тут 150 тысяч миллионов раз были и очередной раз будем забирать машинку. Идем искать нашего форда. Что могу сказать, не густо народу сегодня. Как-то пустовато на аукционах. Нема работы. Все наверное уехали на моря конец августа. Поэтому все отдыхают активно. Ничего, а мы зато работаем. Мы заменяем всех. Отдыхать будем очень скоро. Сколько же машин тут не проданных, да? Хоть бы одну какую-нибудь списали, чтобы хапнуть тысяч за пять Lexus'а какого-нибудь F Sport'а. А? Mustang GT. Ford Expedition XLT в белом цвете. White. Ну что, друзья мои. Ford Expedition. Ford Expedition 2019 года. Вот такой вот красавец. Который я везу в первый раз в жизни. И вообще вижу его, можно сказать, так близко в первый раз в жизни. Стоит он между вот таких вот двух прекрасных Ford Raptor в стоке. Кстати, не Hennessy, ничего. Видите, как он смотрится черненький? Пониже такой есть, бампера обычные. Но поверьте, это зверь. Это очень крутой машин. Покажу вам вид сзади. Этот Ford Expedition это необычная версия, это long версия. Что обозначает это слово max? Это значит, что он где-то на один фут, может быть два, побольше, подлиннее. Это означает, что у вас и багажник будет побольше, места. Да, тут места очень-очень много в этой машине. Это настоящий американский, такой вместительный автомобиль. Cargo Space здесь немерено. Таким вот легким нажатием кнопочки все это закрывается. Камера. Шикарно, шикарно. Диски хромовые. Я так понимаю, может быть это самая топовая комплектация. Так, что тут пишется? Limited. Наверное, есть еще круче. Есть еще Platinum, насколько я знаю. Покажу вам элементы салона этой машины. Сколько в ней места. Получается, такая бандура вмещает в себя полноценных 7 человек. Ну, можно сказать, этот задний диван это для детей. Ну, в общем, в принципе, взрослые сядут. Такие, конечно, не как я. Чуть-чуть похудее. Но, тем не менее. Что мы имеем сзади? Сзади очень, я вам скажу, смотрится удобно. И еще, смотрите, сидушка, кнопочки для сгиба сидения, если вы хотите вздремнуть в дороге неизначально. И вот такая вот фишечка. Очень полезная вещь. USB, ребята. USB-шечка, которую можно подзаряжать телефон и смотреть мультики на протяжении всего пути. Так, присядем на сиденье это. Ух ты, как тут удобно, ребята. Это я вам могу точно сказать. Ручки внутри. Супер удобно, как на Форде. Сумеем здесь мы DVD с USB, с HDMI разъемами, которые, я думаю, функционируют как и PlayStation и все остальное. Можно сюда подзанять. Такой же есть на второй сидушке. Четырехзонный климат-контроль. А что у нас? Два USB. Два USB. И обычная розетка на 110 вольт. Ну и вот еще 12 вольт, в которой вы можете подзаряжать, например, ноутбук. И это классно. Так что эта сидуха как-то наклонена. Видно, кто-то залазил сюда-назад. Ну, в принципе, вот так вот смотрится салон. Со среднего ряда. Очень похож на F-150. Ну, в принципе, эта машина сделана из, на базе Форда пикапа F-150. Не знаю, по-моему, смотрится очень круто. Как вам скажите? Ну, это, конечно, не Линкольн-навигатор. Это не Cadillac Escalade. Понятно. Но уровень обалденный. Что, не могу сказать про цену этой машины. Она очень дорогая. Я смотрел раньше цены этого Фордика. Он в районе, не знаю, самый простой, кажется, в районе 50, что ли. А самый дорогой, вроде как, под 80-70 с чем-то эта машина. Сейчас мы, может быть, с вами найдем здесь стикер, на котором указана цена. Хотя бы какая-нибудь. Вот, смотрите. Total Vehicle and Options 75380. Вот что у него здесь имеется. Если вы сможете прочитать, кому нужно. Ну, такая обычная Basic. Что это? 2018 года 4х2. Это не полноприводный Форд. Представьте, цена для не полноприводного Форда. А, это у него всего лишь 4х2. Это он, задний ведущий. 7-местный. 3,5 литра Экобуст V6. 400 лошадок. 400 тяги. Так же, как и на Форде Эксплорере. Зато 10-ступенчатая коробочка. У него 10-ступенчатая трансмиссия. Ну, белого цвета и такое все. Бла-бла-бла, короче. Мне вот интересно, где он сделан. Потому что Трамп обещал, когда он будет президентом, что все Форды. Переедут. Линкольны, кстати. Они переедут все в Америку. И будут собираться в Америке. Может быть, поэтому он такой дорогой. Не знаю. А вообще, до этого все эти машины собирались именно в Мексике. Такая же крутая аудиосистема. Bang of Olufsen. Давайте заведем, посмотрим спидометр. Вот так вот красиво все проявляется. Выключу музычку. Потому что может забанить. Хотя, мне кажется, я поставлю такую музычку потом в монтаже, что забанят по-любому. Вот. Что-то как-то он работает неровно. Не-е-е. Такое себе. Откроем капот. Я вам тут пока есть время, подетально все покажу. Давайте заглушим. А то вдруг бензин вообще закончится. Потому что вообще не доедут. Ладно, открою, потом заглушу. Покажу мотор. Потом. Немножечко заглушим. Так, так, так. Снимем. Вбок. Вот так вот. Вот такой вот снаряд. Здесь у нас под капотом. Слушайте, мне кажется, снаружи он тише работает, чем внутрь. Такое чувство. Может быть, может быть, холодно было. Хотя жаранывается под 40. Такое холодно. ECO Boost 3,5 литра. Достаточно мощный моторчик, который утягивает вот эту всю махину вообще без проблем. Кстати, и такой же мотор здесь стоит. Только он более форсированный. Сейчас я вам для сравнения покажу. Да и сам посмотрю. Если честно, я на Raptor не открывал ни разу. Открою. Будет у нас такой небольшой технический обзор Ford. Кстати, салон, да? То же самое, в принципе. Ну, небольшие различия. Места немного поменьше. Ну, полноценных три человека здесь залазит. На это сидение, на задний диван. Так, где он тут? Открывать? Ладно, не буду открывать. Хотя... Да, вот так вот. Видите? Без проблем. Ну, а сзади кузов. Конечно же, для игрушек. Таких, как квадроциклики, мотоциклики. И все такое. Все, что, как говорится, вы любите. Ну, что, бро, ты откроешь, что? Открывайся. Ох, какой тяжелый капот. Смотрите на мотор. Ну, вообще, одно и то же. Смотрится одно и то же. Только единственная маленькая поправочка. Здесь вот такой вот значок, который означает, что этот мотор непростой. Ford Performance, так называемый. Он тюнингованный именно для рапторов. Ну, и мощнее, наверное, раза в три, чем этот. Так что, друзья, вот такие вот дела. Имеем царапины, чипы. Здесь, везде. Сейчас их все пометим в программе. Денты. Да, достаточно много всяких нюансов. Сейчас надо будет и на бумаге тоже цвета отметить. Иначе нас могут за это подтянуть потом. Крыша тоже имеет царапины маленькие. Брилька, люк, ничего себе. Целый, не знаю, панорама. Целый панорама. Вашпи. Так, ну, поехали прокатимся. Раз уж мы пошли. На обзор, поехали кататься. Сразу в сторону нашего трака. Закрываем полностью тонированные окна. И мчим. Мне еще нравятся вот эти элементы салона. Тут переключалочка такая. Drive Mode это Eco, Sport. Ну, в общем, переключаются. Здесь сенсоры парковочные. Климат тут такой здесь. Очень легко использовать. В принципе, смотрится очень, как бы, достаточно богато. Ну, не дотягивает все-таки до премиум. Ну, что-то там. Пластик серый, матовый. Такой он дешманский чуть-чуть. А тут мягенько. Прошивка. Как бы, смотрите, такое. Хоп, кнопочка открывается. Должны бардачки. Вот так вот, если потянуть его. Это маленький. Здесь еще один. Он закройт. Так. Громадный подлокотник. Просто гигантский. Сюда можно, не знаю, компьютер засунуть. Два подстаканника. О, кстати, обычное зеркало. Без затемнения. Почему нету тут кнопок никаких? Да, что-то продешевили. В некоторых моментах эти ребята. Давайте откроем люк. Или хотя бы занавеску. Чтоб посветлее это было. Ага, вот так он открывается. Есть контакт. Красота. Сейчас жарковато. Пользуем кондиционер. Смотрите, переключалочка. Бам-бам-бам. Как на рейндж-роллерах уже. Это вам не шуточки, ребята. Там, там, назад. Отключены. Все окей. Погнали. Погнали в сторону трака. О, тяга хорошая. Хорошая тяга. Ребята, что-то похоже на V8, а не на V6, я вам скажу. Что-то какой-то он мощный слишком. Главное, чтобы сейчас бензин не закончился. Так, давайте наремем сюда вправо. Слышится турбинка такая свистит, подсвистывает. Тут их, кажется, две, если они ошибаются. Двухтурбовый V6. Так, 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 налево. Здесь такой большой аукцион, конечно, Манхайм. Не самый большой, но они все. Манхаймы, в принципе, гигантские. Но самое большое, когда-то был Пенсильвания. Там даже город называется Манхайм. В принципе, это город-аукцион. Со всех штабов машины полностью стягивают туда. Здесь немножко поменьше. Вот у вас навигация, телефония, мультимедиа. Мультимедиа здесь классная. Бенгов Олуссен. Если это не дешманский, но какой-то дешевый вариант Бенга, то я думаю, он тут хорошо звучит. Проверять не будем по понятным причинам, но... Ну, как-то так. Ладно, выезжаем. Вот и Next. Сейчас я быстро попрошу ручку. У чувака поотмечаю все сколы и царапины. Как он шустро едет для такой громадной машины. Прям лишь не верится. Все. Прошли КПП. Проверили. Записал все демиджи. Едем грузить его. Он, наверное, такой же по размеру будет у меня сзади. Сейчас висит как и Раптор тут черно. Такая громадина конкретная. Идет машинка, кстати, на Массачусетс. Придется ее, наверное, пару раз снять. Да, хочу большую машину рыбать, реально. Как же комфортно на них ездить. А едет как легковушка, но суперудобно на ней. Я прям в восторге. С этих Фордов. Только если бы я брал, если честно, я бы взял бы навигатор. Мне Форд нравится. Он типа дешевле. Но как-то Линкольн звучит поинтереснее. И он там супер забацан технологически. Просто капец. Так что грузим его на хвост. Доедем дальше. Сейчас я еще проеду два. И все. Ребят, я с этого Фордика уже ключики заберу. Что-то я очкую, чтобы он не замкнулся. Не знаю, уже смогут его отмукнуть там всякие. С примочками или нет, но я бы сказал, что это все. Он у нас хорошо стал. Можно сказать, идеально. Больше вроде брать ничего не будем. Вроде. Но если что-то будем, то тоже оно, в принципе, помещается. Без проблем. Все, четыре ремешка вяжем мы. Как говорится, в путь дорожка. Слушайте, что-то я тут за второго подумал. Хоть бы он не замкнулся. Пойду-ка, наверное, залезу, заберу из него ключи. На всякий так случай. А то придется тоже его отмыкать потом всякими нетрадиционными способами. Слушайте, что-то это такое. Слушайте, что-то я везде. Пока-то. 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 Субтитры делал DimaTorzok 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 Доброе утро, друзья! Субтитры делал DimaTorzok 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 Как говорится, не отстают А мой работяга Есть грязный Буду заезжать его Полностью намывать Полировать Чтобы был в идеальном состоянии Для следующего водителя В следующем рейсе Кстати, надо уже масло менять Как вы говорили Наверное буду заливать снова синтетику друзья потому что много негативных комментариев, которые говорят, что в этот мотор вольвовский, новые моторы, нельзя лить минерал поэтому я послушаюсь и залью снова синтетику наверное промывать ничего не буду, не думаю, что там что-то будет серьезно, если не промывать он у меня еще 10 тысяч даже не отъездил на этой минералке так что все будет окей погнали дальше ребята, кто знает, что они возят что это за такие трейлера интересные с джорджиевскими номерами, Cargo Mate рецепт называется похоже на автовоз, но я не уверен вот он еще один, Chevrolet спереди был Ford это Chevrolet может какие-то go-kart возят такие высоченные они и короткие первый раз такие вижу когда-то чем-то занимаются по многочисленным просьбам моих зрителей так, это я только что прикупил на руль себе новую штучку по многочисленным просьбам мне пришлось установить все-таки колпачки вот они мои старые вот это я купил два новеньких нашел все-таки я недорого в Вирджинии на вот этом вот тракстапе White's Petro 205-ый экзит по 81-ый нашел и взял их по 43 доллара каждый капачок что в принципе является хорошей ценой понимаете, теперь у меня будет более-менее нормально только, правда, грязнее, чем этот ну и они вообще немножко разные то есть точно такую я не нашел смотрится ну, почти далека не будет видно теперь у меня будут блестящие колесики как изначально вот, что не может не радовать глаз смотрящего на эти колесики все будет в хроме сейчас заедем на моечку или завтра заедем в общем посмотрим то помоем выдраем все это дело будет как надо мы заедем в Харрисонбург на пилот заправимся уже у меня пустые баки как видите лампочка горит а здесь минус 20 центов скидка минус 20 центов когда заправляешься на RTS карточку ребят RTS карточка это пилот Flying J так что неплохие скидки неплохие скидки что-то Fleet One у меня не получилось оформить эти ребята сняли с меня 300 долларов потом еще хотели 50 но я так ни разу не заправился на ихнюю карту TA Fleet One точнее они просто меня отсоединили от своей программы и все этим все закончилось а также у RTS ребят есть классная такая тема как факторинг это для тех кто именно здесь проживает в Штатах кто понимает что такое факторинг кто работает на трапе довезли груз и хотите получить деньги сразу то вы отсылаете все свои как у нас это называется invoice отсылаете факторинг компанию и эта компания она забирает все эти билы и она вам проплачивает сразу за небольшой процент от вас например 3% скажем так вот и все получается вы платите 3% компании а она вам платит деньги сейчас не нужно ждать например била около недели 2 бывает месяц по разному от 2 дней до месяца вроде бы такое бывает если я не ошибаюсь даже больше если вас интересуют ребята компания RTS например такие карточки как viewcard или factoring то можете кстати обращаться ко мне а можете обратиться напрямую в RTS там есть русскоязычный человек Армен я его телефон где-нибудь ссылочки оставлю кому будет интересно скидки на солярпуск и factory обращайтесь чтобы не звонить не говорить там по-английски да кто например плохо разговаривает может по-русски пообщаться и этот человек вам поможет со всеми этими делами так что такие дела но сейчас мы на пилоте он как видите воскрес вернее подожди суббота суббота я уже жар шашлыки а я еще катаюсь сейчас мы тут заправимся получим скидочку в 20 копеек с одного галлона вот умножьте 20 центов на 300 заправлю сейчас скажем пускай не 300 баки не сухие но почти 275 галлонов скажем я сейчас заправлю вот и умножьте на 20 центов и можете вычислить сколько я сейчас сохраню денежек благодаря RTS fuel card погнали опять же ребята покажу вам как это легко делается закачиваете пайлот фланджей программку открываете я уже стою возле колонки стеклышки помочь срочно заходите и вот логинитесь я уже залогинился пальчиком вот и все можете настроить сюда тоже потом что получается нажимаю fuel fuel иногда оно не может найти location я не знаю почему я стою прямо на колонке но делайте find location выбираете этот пилот убираете этот пилот и стараетесь еще раз нажать на fuel start mobile fueling код чик-чик-чик показывать вам не буду на всякий случай так что такое неправильно ввел сам раз два три видите как переживаешь убираем я пользую данный момент вот эту карточку RTS она у меня здесь у меня очком data есть но данный этот я пользую цена дизеля 2.79 конечно минус 20 центов это будет 2.60 хорошая цена бам за долей он деф все continue продолжаем продолжаем сейчас немножко подгрузится номер трака дометр все дела это у меня уже при заполнено все чтобы мне это не заполняет каждый раз когда я заправляюсь все не выходя из трака не пользуя ни саму карточку ничего оно все уже в телефоне я кстати сейчас уже осваиваю оплату бесконтактную тоже по телефону иногда не получается некоторых терминалов нету такой штуки приходится карточку доставать а так вот все телефоном подошел бам 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 вот он код 896 106 167 сейчас мы его вводим и все 8 96 167 вводим прямо здесь что нам оно говорит 1 секунь ждем все мы готовы заправляться ремонт на зону фью let's go все друзья заправили полные баки взяли кофейка dongin donuts кстати подхожу говорю типа заплатить за кофе она говорит а только кофе ладно иди как обычно уже не первый раз дают бесплатный кофе так что такие дела едем дальше нам тут уже недолго осталось до ночевки поедем часик полтора то и все то и все что а это не